всем привет дорогие друзья на канале smartwatch канал только о smart часах и более ни о чем все вот у нас только smart часики вот такой циферблатик сможете скачать в описании видео будет ссылочка на пост посту все нужные файлы по этому видео в том числе ссылочка на циферблат он будет доступен бесплатно также и платные если вы хотите поддержать канал св и поехали дорогие друзья что мы сейчас с вами будем учиться делать быстро передавать файлы с смартфона на часы прям быстро причем любого формата и также с часов на смартфон тоже также очень и очень быстро нам с вами понадобится два файловых менеджера в моем случае на телефоне у меня будет соль тэкспой он будет доступен и вам вы сможете его скачать и еще один только на часах вот такой файловый менеджер красненький что мы значит с вами в начале должны сделать наш с вами часы в моем случае до galaxy watch 6 classic 47 миллиметров и мой смартфончик в моем случае galaxy s 24 ультра должны быть в одной вай фай сети для этого чтобы у меня не сбивалась вай фай сеть на часах я отключил bluetooth вообще сейчас часики у меня по bluetooth не подсоединены теперь я значит запуская файловый менеджер готова далее запускаю вот сюда три точки вот эти вот полосочки вернее мне нужно попасть на них попал иду в самый низ видите ftp сервер пожалуйста здесь на что я могу сделать анонимный вход сделать либо сделать вход по админу и пароль моем случае я буду именно так и делать я уже задал у меня есть пароль и есть админ дальше я нажимаю статус не запущен я нажимаю запущен у меня статус запущен другими словами у меня заработал ftp сервер на часах о чем говорит вот это вот информация все далее что я делаю теперь перехожу я с вами на свои на свой смартфон запускаю solid explorer вот у меня запустился далее нажимаю три полосочки верху потом три точки вот здесь и нажимаем менеджер хранилищ здесь нажимая внизу плюсик плюсик нажал выбирая ftp нажимаю далее здесь оставляя ftp нажимаю далее теперь мне нужно вот эти вот значения в моем случае перенести сюда также будет посту telegram канале доступна вот такая вот запись чтобы вам много не писать вам останется только поменять цифры также как у меня у меня здесь последний 0 и 19 из именно из-за и пишника я пишу нолик здесь пишу 19 19 далее вот эти вот циферки 2121 это порт у меня 21 есть еще дописывают 21 здесь пишу название какой не знаю давайте напишу вот 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 это вот так и нажимаю далее так как у меня имя пользователя пароль я его оставляю либо если вы будете админ делать тонн овене анонимно то нажимаете анонимно все здесь я ввожу свой пароль игре имя пользователя у меня по умолчанию админ и парольчик ввел пароль и нажимаю далее здесь я ничего больше не буду делать установить дополнительные параметры нажимаю далее здесь можно перепроверить все данные в том числе самое главное теме удаленного хоста и порт ну естественно админ и имя пользователя и пароль нажимаю далее получается вот такая кнопочка я нажимаю подключиться если у вас загорелась такая вот галочка значит все нормуль сервис подключились вы к часам нажимаю завершить здесь он предлагает защиту включить мне это не надо все готово вот так у меня появился сервер и новый менеджер хранилищ кстати я его могу вынести потом ну ладно это мы далее с вами поговорим что теперь мне здесь сделать смотрите я сейчас захожу это внутренняя память моих часов вот пожалуйста я захожу папку где должны храниться скриншоты но и все фоточки если какие то есть видите папка скриншоты далее здесь выхожу в solid explorer в свою внутреннюю память также как вы обратили внимание у меня вот он есть этот менеджер хранилищ ftp сервер он меня здесь появился я захожу во внутреннюю память захожу в свои фоточки фоточках дорогие друзья я давайте-ка зайду наверное в камеру и скопирую какую-нибудь из фотографий вот кстати мне было 50 лет жена миспекла вкуснейший тортик копируя эту фоточку сюда сейчас смотрите захожу в свой ftp а вот он захожу вот сюда же скринтики и нажимаю вставить холоп смотрите эти фоточка она появилась здесь я ее на нажму и могу просмотреть ну допустим в галерее до всегда пусть будет у меня просмотр фотографий и вот она моя фотография то что ты не высвечивается по какой причине но я думаю за того что большое разрешение но вот так точно высветится все высветилась моя фотография я могу и здесь также кстати ребятушки взять и удалить допустим хочу я ее удалить вот нажимаю удалить обратите внимание сюда окей и здесь фоточки тоже не стало теперь допустим я хочу передавать прям все в реальном времени прям быстро смотрите вот здесь у меня внутренняя память это я просто беру solid explorer до экранчик переворачиваю так телефона и у меня высвечивается две адресные строки получается файловый менеджер одна папка это внутренняя папка часов 1 в моем случае а здесь внутренняя память смартфона я значит иду во внутреннюю память смартфона что-то меня затормозил а вот она внутреннюю память смартфончика отключили все отключился стилус у меня ничего здесь еду значит ну допустим опять давайте фотографии или дед зайду книжки вот у меня есть книжечки я копирую книжечки несколько штук допустим но если у меня допустим здесь будет стоять приложение для того чтобы читать даже книжки или еще что-то участвовал вот здесь вверху видите ссылочка на него также будет в описании видео копирую или даже могу не копировать я могу просто взять у так держать все это выделите вот сюда перенести хопс отпустил и смотрите они появляются все у меня здесь во внутренней памяти часов теперь я также их могу все просто выделить легко и взять и удалить обратите внимание и здесь они у меня также очень быстро удаляются в том числе я могу также передавать видосики ну давайте проверим какой-нибудь и видосик возьмем я сейчас интро наверно возьму и скопирую какой-нибудь интро может быть и несколько возьму 1 2 и 3 или не 3 а вот так вот вот этот вот так же их беру зажимаю выделяется и увидите появился кружочки сюда хопс копировать нажимаем пошла копирование пошло и здесь они видите у меня начинает появляться все и теперь я могу их запустить ну не получится возможно запустить почему потому что проигрыватель не берет их это в mp3 высокого качества эти не запускается хотя в solid explorer он у меня запускается все таки вам сейчас продемонстрирую чтобы вы точно понимали в чем о чем речь solid explorer кстати будет тоже доступен если что вот они у меня есть я нажимаю запустить выбирая этот же проигрыватель и он у меня будет час эти проигрывать этот же ролик вот так дорогие друзья в принципе все легко и просто и если вам это надо и понравилось обязательно ваша подписочка обязательно ваш лайк ну и конечно же комментарий не забудьте что все файлы которые нужны вам будет для того чтобы запустить такую передачу будет доступны в описании видео по одной ссылочке в телеграм-канал вот этот прекраснейший циферблат с 9 мая будет также доступен там же пока